Следующая презентация по очередям В нашем случае у нас доступно, получается, 13 разных стратегий для очередей 9 из них являются в версии Pro Другие же, еще 4, будут только входить в версию Enterprise Получается, Enterprise все доступны настройки в версии Pro Все до квалификации оператора, да, стратегий Что касается очередей, это виртуальный номер в АТС, который в себя будет включать агентов И для обзвона всех агентов будут применяться отдельные стратегии Которые мы сейчас, кстати, рассмотрим, каждую по очереди, как она будет работать Как вообще добавлять очереди в 3CX? Очень просто, вы зайдете в консоль управления, очереди вызовов и добавить Далее вы укажете название очереди, выберите виртуальный номер Который именно будет предоставлен как системный номер для очереди Указываете его стратегию Время вызова на оператора Получается, время обзвона на каждого агента, который будет находиться в вашей очереди Здесь стоит учитывать момент, касаемо названия Так как данное название будет отображаться у вас на ваших настольных телефонах Ваших веб-клиентов в тот момент, когда будет идти звонок Как результат, после ответа в ваших отчетах также будет указываться эта информация Именно название вашей очереди Агенты, которые, они же пользователи АТС, будут отвечать на звонки Один звонок будет предоставлен с очереди на каждого агента Получается, агент одновременно не может принять несколько звонков с очереди Даже будь он в разных очередях Очередь в виртуальный номер может обзванивать одного агента в одно время Агенты могут быть частью несколькими групп Но, как я уже сказал, вызов будет идти только с одной очереди на агента На указанное время обзвона, которое вы указали Так как очередь будет обзванивать всех агентов на указанное общее время Даже если агент сбросит вызов в момент, когда очередь пытается переадресовать вызов на него И обзванивает его, это не значит, что вызов будет утерян Это значит, что вызов будет перенаправлен следующему агенту в очереди И в один из моментов снова же возвратится к агенту, который до этого сбрасывал звонок Касаемо очередей, используя веб-клиенты, Windows-клиенты, мобильные приложения У вас будет возможность производить вход и выход в очередь Для чего это нужно? Для того, что если вы, скажем, захотите в определенном профайле добавочного номера Скажем, в момент перерыва или в нерабочее время Выходить из очереди, следовательно, вы можете это сделать, произвести данный звонок Также у вас будет возможность указать, что даже если пользователь, скажем, ваш агент Не вышел в перерыве или же в нерабочее время Если у вас есть задача, чтобы он получал также вызовы с очередей Это также будет возможно в настройках системы Ну и, конечно же, мы говорили про автоматизацию изменения времени И как в это время будет изменяться профайл Так вот, на основе каждого профайла вы можете все эти настройки учитывать Как добавлять операторов в очередь? Очень просто, в том же настройке, когда вы создали очередь У вас будет отдельное окно операторов И здесь вы можете добавить ваших агентов Переходим к стратегиям, которые доступны системе Самая первая, самая простая Звонят все, получается, все агенты, которых вы добавили в очередь АТС будет отправлять на них вызов одновременно И, как я уже сказал до этого, что если агент сбрасывает вызов Это не значит, что вызов будет теряться Вызов будет предназначен для всем другим пользователям И через указанное время обзвона Так как вы указываете время обзвона Именно для стратегии звонят все После указанного времени снова же обзвон будет идти на того пользователя Даже кто сбросил звонок Получается, первый пользователь, который агент, который ответит на вызов С ним и будет произведено соединение звонящим Далее у вас есть настройка Звонят всем по кругу Как работает данная настройка Наверное, стоило бы сказать о вызову по приоритету сразу Потому что следующая на стратегии идет дополнение Получается, у вас есть настройка вызов по приоритету Как она работает Получается, вы добавили агентов в очередь И в том порядке, в котором вы добавили В том порядке АТС будет производить обзвон Получается, сверху вниз Обзводит первого агента на указанное время, которое вы указали Второго, третьего и так далее И каждый новый вызов будет производиться снова же с начала листа Сверху вниз по всем агентам будет идти обзвон Что касается вызова по приоритету Здесь еще есть настройка Вызов первым трем Получается, если у вас большая очередь Много в ней агентов Вы можете обзванивать одновременно Первым трем агентам, которые в очереди Получается, если какой-то агент не зашел в очередь Или он разговаривает, они доступны В том порядке, в каком вы указали агентов Именно так будет идти обзвон Здесь также есть настройка Стратегия в случайном порядке Следовательно, в рандомном порядке АТС будет обзванивать агентов, которые у вас есть По одному или же первым трем агентам, которые есть Возвращаемся к предыдущему слайду Вызов по кругу Данная функция немножко будет отличаться Получается, в ней логика будет как и по приоритету Только АТС будет запоминать звонок Который пришел в вашу очередь И новый звонок Новый вызов, который поступит в очередь Будет продолжаться со следующего агента До этого, кто ответил Получается, у вас, скажем, три пользователя 101, 102, 103 Ответил у вас добавочный номер 102 Новый вызов, который придет Уже будет АТС обзванивать агента 103 И возвратиться к первому, второму и третьему В общем, АТС запоминает, кто ответил И обзвон идет со следующего пользователя в списке Ну, начало, да, всех звонков Самого первого звонка будет идти снова же сверху вниз Так, идем дальше Производительность агента Здесь у нас есть две стратегии Это меньше всех говорившего И меньше всех отвечающего Получается, первое будет использовать Меньше всех говорившего Будет использовать общую сумму длительности вызовов Для каждого агента Получается, будут считаться секунды И сколько кто из агентов по времени разговаривал После этого, да, АТС будет учитывать Кто меньше всех по времени разговаривает Именно на него будет идти звонок Другая стратегия Меньше всего отвечающего Здесь АТС будет считать Не количество времени Кто сколько разговаривает А кто сколько вызовов отвечает Общее количество отвечающих звонков И у кого меньше всего звонков АТС все время будет производить звонок Именно на них Начинается, конечно же, обзвон сверху вниз По приоритету Как и в стратегии по приоритету Да, только же здесь будет момент Когда АТС будет смотреть уже по статистике Отвеченных звонков Или же суммы длительности вызова Далее есть производительность агента Отдельная функция, которая называется Дольше всех ждущего Интересная стратегия Получается, здесь АТС будет учитывать Время бездействия ваших агентов Что нужно знать про эту стратегию Это то, что все пользователи Которых вы добавили Снова же будет учитываться стратегия По приоритету сверху вниз Но здесь у каждого пользователя У каждого агента будет свой таймер И данный таймер включится после того Как звонящий с ними трубку Как ваш агент с ними трубку Соединение начнется Как только трубка будет положена Включится таймер Получается, время бездействия Так вот, если у вас 5 агентов И первый агент ответил У него включился таймер Что произойдет с другим вызовом? АТС не будет звонить на агента Который только что ответил Все время, получается Как будут доступны другие агенты После того, что если у вас Скажем, у всех агентов Есть этот таймер Получается, все уже один раз Хоть ответили У каждого включился таймер Так вот, АТС Увидит время бездействия У кого это значение самое большое И именно с того пользователя С того агента АТС и начнет отправлять вызов на него Так, здесь есть вопрос у Александра В стратегии производительность Счетчик, количество звонков Или времени у абонентов Обнулится каждый день Или вручную Мы к этому сейчас дойдем еще Александр Поговорим, как вы можете Обнулять эти значения Есть такая настройка АТС, давайте мы к этому еще подойдем Коллеги, то, что касается Время бездействия Потому что это, наверное, самая Такая продвинутая функция Именно, которая будет считать Бездействие Время бездействия И оно должно Применяться для всех агентов Для тех, которые уже ответили на звонко На вызов Если же кто-то не ответил У него значение 0 Если же кто-то вышел в Сочи И заново зашел У него 0 Следовательно, ТС будет на него обзванивать И после того, как агент отвечает Включается таймер И у кого самое большое значение Все новые вызовы Идут именно на этого агента Когда трубка снимается Ложится Данное значение обнуляется И, следовательно, такой цикл Будет идти у вас все время Я думаю, если есть вопрос Давайте еще раз обсудим Идем дальше Следующие стратегии у нас С версии Enterprise На основе квалификации У вас, получается, будет 5 разных настройок навыков От 1 до 5 Здесь вы можете присваивать Данные квалификации Разным агентам В рандомном порядке Как вам удобно Получается, будут доступны 4 стратегии Для этих квалификаций Это звонят все Вызов случайного Вызов по кругу И меньше всех отвечающего Как будет работать Диаграмма звонка Когда будет использована Квалификация Обзвон на операторов Будет начинаться На основе Квалификации номер 1 Только если же Ваши агенты С квалификацией номер 1 Заняты Все агенты Получается, они находятся В активном Каком-то разговоре Первый момент Второй момент Либо же Ваши агенты Не зарегистрированы Может, они Произвели Вход в очередь Но они Не зарегистрированы Следовательно Телефон Их не включен Если веб-клиент Он выключен Или же настольный Телефон Скажем Не зарегистрирован И третий момент Если же Кто-то просто Вышел с очереди Во всех других Случаях АТС будет звонить Именно на эту квалификацию На самую первую Если же Мы сказали Будут все эти моменты Перечислены Только тогда Будет идти обзвон На следующую квалификацию В нашем случае Скажем Если у вас есть агенты С квалификацией 2 Именно на них Если же у вас Такая же история С квалификацией 2 Будет идти ниже На 3 4 и 5 Следовательно Если же Хоть один агент С квалификацией Самой первой Будет доступен Следующий обзвон АТС будет Производить Именно на него А не спускаться Обзванивать Агентов С другой квалификацией Как вы понимаете Используя эту стратегию Вы можете Так сказать Не использовать Много разных очередей А просто Иметь одну очередь И на основе Квалификации Поместить туда Всех ваших агентов Всех ваших пользователей В системе И выделить им Каждую квалификацию Следовательно Самая высокая Квалификация С номером 5 Только произойдет Может в экстрем случае Когда все другие агенты Будут доступны Давайте мы Теперь рассмотрим Настройки Уже в самой очереди Ну и начнем С самого основного Это максимальное Время ожидания В очереди Говоря про очередь Вы можете Визуально представить Что очередь Это как Граундапаут Круг Где Как только пришел Вызов в очередь Да Ваш вызов Будет Так ходить По кругу И обзванивать Всех ваших агентов Конечно же По кругу Он будет ходить Обзванивать им Если у вас стратегия Определенная Если у вас звонят все Всем звонить одновременно Так вот Если у вас стратегия Скажем Вызов по приоритету Как мы уже говорили Вам нужно будет указать Время обзвона Каждого агента Звонящий попадает в очередь Очередь Ставит его на удержание И начинает обзванивать Проверять всех агентов Если они зарегистрированы В разговоре И так далее И когда агент доступен Начинается обзвон На указанное время Которое вы указали Время Которое Звонящий Будет находиться В очередь Вы также Принастраиваете И оно так и называется Максимальное время Звонящего в очередь После того Как Будет достигнуто Время Максимальное время В очереди Скажем Вы указали Что А звонящий Может максимум Находиться в очереди 15 минут И 15 минут Истекли Что произойдет АТС Перенаправит Звонок На указанный маршрут Также Этот маршрут Может быть Применен Если же Ни один из Ваших агентов Не зашел в очередь Кто-то звонит На АТС Вызов перенаправляется АТС Да Маршрутизирует Вызов в очередь Ни один из агентов Не зашел в очередь Да Либо он не зарегистрированный Что произойдет АТС Перенаправит Именно Ваш звонок По маршруту Как при неответе Ну и как результат Конечно же Статистика Ваших звонков Будет Следующая Что вызов Пришел в очередь И он был пропущен Для очереди Далее Звонящий Позвонил в очередь И нажал На клавишу Звездочку В нашем случае Это будет Значит Что Звонящий Хотит попасть В маршрут По неответу Да Возможно В следующем маршруте Будет какой-то авиат Имейте ввиду Что данную Про данную настройку Да Как бы звонящий Не знает Что есть такая функция Можно нажать на звездочку И попасть В маршрут При неответе Да И как результат Вам нужно будет записать Это сообщение И сказать звонящему Что есть такая вот настройка Чтобы назвать звездочку Если же Вы наблюдаете Что звонки Утереваются в очереди Да Как бы настроили Вам стоит учитывать Возможно Звонящий просто нажимает Звездочку Да И как результат Вызов отправляется И имейте ввиду Также Что данную настройку Отключить нельзя По умолчанию В системе Так она запрограммирована Ну и в принципе Все Будет достигнуто Максимальное значение Времени Агенты не произвели Вход-выход Вот он нажал на звездочку Достигнуто максимально А А еще один момент важный Что для отдельной очереди Вы можете указать Сколько одновременных звонков Могут поступать На каждую очередь Тем самым Экономя Вашу лицензию Скажем У вас лицензия На 24 одновременных звонка Вы хотите Чтоб для одной очереди Ну было Не больше 10 Тем самым Оставить Другие вызовы Для других звонков В системе Вы можете На уровне очереди Ограничивать данные звонки Я вижу Был вопрос Давайте мы Не будем забегать вперед Ответим на него Александр Как настроить квалификацию Просто В той стратегии Когда вы зашли на ТЭС Вы выбрали Квалификацию Стратегию И Возле каждого Добавочного номера У вас будет Возможность Именно выбрать Его квалификацию Я не знаю Там был скриншот У нас Вот ссылочка По очередям И в самом низу Где Распределение вызовов По квалификации Мы сказали Что вы выберете Одну из стратегий Звонят 7 Меньше всех отвечающего Вызов по кругу И После того Как вы выбрали Стратегию Вы указываете Квалификацию Возле вашего Добавочного номера 1, 2, 3, 4 или 5 Вот в принципе Скриншот есть В моем случае У меня лицензия Не Enterprise И следовательно В консоли АТЭС Я не смогу вам Это показать Одну минутку А нет У меня Enterprise Давайте Когда уже демо сделаем Я также покажу В демонстрации Давайте мы идем дальше И посмотрим Что у нас Так Следующая Основная настройка Мы говорили Про настройку При неответе Когда вызов Будет отправлен Как вызов При неответе Сказали Какие моменты Это может произойти И что далее Будет происходить Куда он будет Перенаправляться Куда его можно Перенаправлять Получается У вас есть Несколько настроек Которые вы можете Задать И сказать Что после того Как вызов Отправится При неответе Вы можете Либо Самое простое Завершить вызов Что ничего не произойдет Все Вызов завершен Второе Вы можете его Передрисовать на любой внутренний номер это может быть системный номер а та же самая другая очередь это может быть другой ваш авиар голосовое меню да может быть добавочные группы звонков может быть call flow дизайнер до голосовое приложение которое вы запрограммировали это может быть голосовая почта или же вы можете напрямую подсадить позвонить на любого пользователя скажем у вас есть какой-то оператор который обслуживает ваши звонки пожалуйста переадресовывайте вызов именно на него или же как еще вариант вы можете переадресовать вызов на любой внешний номер скажем на ваш мобильный телефон указывайте в настройках внешний номер указывайте ваш мобильный телефон или городской номер да и пожалуйста переадресовывайте вызов именно на него что произойдет как только вызов приходит в очередь вы можете воспроизвести сообщение специальное которое вы записали также можно будет выбрать это сообщение буду воспроизводиться полностью и уже только производится обзвон системой агентов или же как только пришел вызов в очередь система начинает обзвон агентом в то время как звонящий слушает на определенную запись то что вы хотите ему донести будет у вас отдельная настройка чтобы воспроизвести это сообщение полностью или же сразу делать обзвон второй момент после того как вы включили именно ваше сообщение приветственно в очереди вы также можете указать отдельный отдельную музыку на удержание для каждой очереди которую вы создадите получается разную очередь не могут иметь отдельную музыку на удержание еще из настроек в очереди это сообщат звонящему его номер получается здесь конечно же будет зависеть от стратегии от количества вызовов и как агенты обслуживают звонки например а у вас скажем два агента всего лишь в очереди и пришел первый вызов да как результат звонящему до система скажет что он будет первую очередь второй вызов пришел точно также если же из агентов кто-то доступны он также будет первую очередь может у вас даже три звонка одновременно пришли и всем трем они будут первые до того момента как кто-то снимет рук получается если же у вас три звонка один из агентов снял трубку для 2 3 они снова же первые в очереди почему потому что еще один агент доступен как только второй добавочный номер агент в очереди снимает второй звонок получится два агента заняты сейчас в разговоре и у вас еще есть новый звонок он также будет 1 да потому что и как только уже придет следующий вызов получается 4 и у вас два агента который заняты сейчас второму звонящему его уже номер будет в очереди увеличен как вы можете понять здесь количество агента в очереди и стратегии которые вы будете использовать также будет отличаться да вот номера который он будет находиться в очереди идем дальше вызов по обратному перезвону получается в настройках очереди в расширенных настройках есть возможность предложить звонящему перезвонить на его звонок да и как это работает получается у вас будет две настройки здесь либо же звонящий должен быть указать нажать на дал код 2 чтоб система ему перезвонила либо же вы можете указать указанное количество секунд в этой очереди для первого же случая предложить запрос звонящему до через нажатие клавиши вы должны данную данное сообщение указать приветственном сообщении самой очереди так как звонящий не знает что если он нажмет скажем на клавишу 2 пока ждет система ему даст возможность перезвонить перезвонит ему обратно на так вот данную настройку нужно будет записать что есть такая настройка нажмите 2 для перезвона второй момент предлагать звонящему по истечению указанного времени получается вы укажете количество секунд и как только звон вызов придет в очередь включится данный таймер после истечения данного таймера система предложит перезвонить до звонящему автоматически и он просто должен подтвердить перезвон до указав свой номер и так далее мину и конечно же после этого вызов будет как звонящий подтвердит что да он хочет чтобы мы перезвонили вызов то останется в самой системе и соединение со звонящим будет остановлено да и как только появится любой доступный агент в очереди система автоматически данный вызов перенаправить на данного на агента который доступна и как только агентов с ними трубку будет идти обратный перезвон получается от и сделать внешний перезвон на внешний номер который был указан прикрыт для перезвона и перезвонит на этот номер получаться в настройках для перезвона будет доступен префикс для обратного звонка данный pre-fix можно не указывать но он доступен для безопасности настроек им на перезвоном Получается, чтобы звонящий не мог, скажем, указать, какой хочет номер, любой какой-то интернациональный номер или же номер экстренной службы и так далее. Следовательно, вы можете указать специальный префикс и по данным префиксам создавать определенные правила для системных звонков, тем самым указав, что если кто-то звонит через этот префикс, допустим, он может звонить только на определенный номер, длину номера указать и так далее. Так, идем дальше. Здесь в расширенных настройках также будет доступна настройка времени. Настройка времени, как вызов будет указан для SLA. Время обработки вызова в CRM. Настройка времени. Здесь вы укажете количество секунд и что произойдет, как звонящий, получается, звонит в очередь, агент отвечает на данный звонок, вызов завершается. И в течение секунд, которые вы указали для обработки вызова в CRM, АТС не будет обзванивать на этого агента в течение количества этих секунд. Для чего? Для того, чтобы агент мог, скажем, обработать информацию по звонку, возможно, с CRM-системой, которой он работает, да, ввести определенные данные и так далее. И после только этого времени автоматический сервис обзвон на очереди начнет обзванивать вашего агента. Максимальное количество звонящих в очереди. Здесь вы можете указать количество одновременных звонков, сколько могут поступать в каждую очередь. Получается, по умолчанию значение у нас 0, следовательно, безограниченное количество, и вы можете его увеличить в зависимости от вашей лицензии. Далее есть настройка по приоритетной очереди. Если вы включите галочку в АТС, получается, система будет использовать вашу очередь как приоритетную. И если же будет звонок, у вас две очереди и одни и те же агенты, скажем, в двух очередях, приоритет будет идти на именно агентов именно этой очереди. Следовательно, они будут обзваниваться в первую очередь. Далее указанной в расширенных настройках будет возможность касаемо записи разговоров. В нашем случае мы говорили, что записи разговоров работают на уровне добавочного номера, что здесь все настройки вы указываете. Так вот, если в вашем случае, скажем, есть настройка на уровне добавочного номера, записывают все звонки, и вызов идет сейчас через очередь, звонящему вы можете предложить следующее. Следовательно, сообщение должно быть записано в приветственном сообщении для очереди, что, скажем, допустим, все звонки по умолчанию в нашей системе записываются, да, и как результат дать им возможность отказаться, вызов не записываться по умолчанию, или же отказаться, что запись вызова по умолчанию будет происходить. Либо получается, абонент должен нажать на 3, чтобы согласиться, либо нажать на 3, чтобы отказаться. Здесь уже от вас зависит, как вы запишите это сообщение. И как только будет нажата клавиша 3, если эта настройка включена, вызов, на который ответит агент, вызов именно с ним не будет включен. Следовательно, запись не будет производиться. Далее есть уровень предоставления SLA, это уже визуальная настройка для ваших веб-клиентов, и также уведомления будут проводиться. Получается, вы указываете количество секунд по предоставлению сервиса. И как результат, после указанного количества секунд, если вызов не отвечается системой, что произойдет? АТС выделит данный звонок в красный цвет, визуально в вашем веб-клиенте вы видите. И администраторы в данной очереди получат письмо, что время SLA достигло максимума, и на вызов никто не ответил. Возможно, в вашей компании есть определенное правило, в течение каких-то секунд или минут вызов должен быть обслужен. Так вот, если вы хотите в данный момент мониторить, включайте эту настройку и получайте уведомления. В том числе для всех агентов будет видно визуально, что это происходит. Ну и подходим к моменту, которого было от Александра по сбросу статистики в очереди и вызовов. Имейте в виду, что данная статистика никак не влияет на сброс, именно удаление данных с базы данных и так далее, все, что касается вызовов. Данная настройка применяется к вашей статистике очереди. На каждый день вы можете включить сброс данной статистики. Вы можете сбрасывать ее, запланировать еженедельно или же месячно. Конечно же, в любой момент вы можете зайти в эти настройки, в окно дополнительно, и сбросить статистику именно в тот момент. Как мы уже говорили, что от статистики будет зависеть стратегии, как, в общем, стратегии работают, как они сбрасываются, да, как будут обрабатываться звонки. И именно от той статистики на каждый день, которая у вас будет присутствовать, если же она у вас сбрасывается, в общем. Она настраивается в самой очереди в дополнительном окне. Александр, я ответил на ваш вопрос. Если же что-то непонятно, пожалуйста, напишите, да, если... Так, идем дальше. В очереди вызовов менеджера уведомлений. Мы сказали, что... Мы говорили про одну из настроек, это SLA, да, после которого менеджеры будут получать уведомления. В общем, данная настройка находится в каждой очереди в окне уведомлений. Здесь вы добавляете вашего менеджера. Менеджер будет являться, да, добавочным номером системы, он же пользователь. И ему не обязательно быть агентом в очереди. Следовательно, он не обязательно ему получат звонки. Все, что он может делать, это, вот так сказать, мониторить визуально через веб-клиент статистику каждого добавочного номера, так как по умолчанию статистика будет доступна только для вашего добавочного номера. Сколько звонков вы принимаете в очередь, сколько звонков вы пропускаете, да, сбрасываете и так далее. Это будет все визуально видно. Так вот, если вы хотите видеть всех других пользователей, следовательно, вы должны стать менеджером, добавить ваш добавочный номер в эту очередь. И далее вы можете получать уведомления, то, что касается SLA, уведомления про перезвон, следовательно, если звонящий, возможно, попросил, запросил перезвон, да, вы хотите получать уведомление, что вот кто-то запросил перезвон. Далее вы можете указывать, получать уведомление, если же перезвон прошел неудачно, да, по какой-то причине перезвон, который звонящий запросил, не произошел. А это может произойти, например, как только ТС направила вызов на агента, агент ответил на звонок, и автоматически система начала перезванивать на внешний номер. Агент не дожидается, не хочет ждать, чтобы звонящий ответил на тот номер, и просто ложит трубку, да, этот звонок также будет учитываться, как пропущено, так как он не состоялся до конца. Второй момент это может быть, когда истекло просто время ожидания, да, так как вызов, который приходят в очередь, у него будет время, общее время, сколько вызов может находиться в очереди. Так вот, вызов, на который звонящий просит перезвонить, использует настройку обратного вызова, время таймера изменяться никак не будет, оно не меняется, оно не сбрасывается, а будет произведен отчет. Получается, звонящий запросил звонок, и время истекло. Просто-напросто время истекло, и никто на этот вызов так и не ответил. Что произойдет? Вот этот перезвон неудачный. Ну, или же, как результат, по какой-то причине вызов дошел, может, до транка вашего, и система не смогла позвонить, да, система не смогла позвонить, может, в вашем случае транк не был, не работал, может, количество одновременных звонков на транке было максимальное, может, правила неправильно вы создали в системе. В общем, вызов неудачно не прошел, менеджер получает уведомление, дальше уже администратор АТС будет с этим разбираться, почему не так. Следовательно, вот такой фидбак вы получите. Уведомления об опущенных вызовах в очереди, в том числе, да, если какой-то вызов был пропущен в очереди, кто-то должен, может, это мониторить и получать уведомление. Идем дальше. Теперь мы рассмотрим, как в очереди добавочные номера агенты могут производить вход и выход. Получается, как только вы создали добавочный номер и поместили добавочный номер в очередь, чтобы он стал агентом, вы можете выходить с очереди вручную, производя вход и выход каждый день, когда вам удобно. Глобально, так сказать, для всех очередей, нажав на одну клавишу Q, если вы являетесь частью, скажем, нескольких очередей, вы можете одной клавишей выходить со всех очередей одновременно. Точно так же на ту же клавишу нажимаете на Q, вы одновременно входите во все очереди. Если у вас есть задача, возможно, не принимать вызовы со всех очередей, а только с определенных, да, вы можете вручную произвести выход с определенных очередей. Так вот, чтобы произвести после глобальный вход во все очереди, вам нужно будет вручную произвести выход с тех очередей, который вы произвели до этого, так как система, если увидит, что был произведен вручную выход, и он является, так сказать, приоритетным, далее система не сможет применить глобальные настройки к вашему добавочному номеру для всех очередей. Следовательно, если производится индивидуальный выход, следовательно, нужно будет произвести индивидуальный вход, чтобы после работал у вас общий глобальный вход и выход. Так, мы говорили про правила переадресации и каждый профайл отдельный, что вы можете настраивать. Вход и выход вы можете это все автоматизировать, чтобы в зависимости от времени, перерыв, допустим, вы ходили с очереди, или же в нерабочее время, как только будет нерабочее время, не изменится ваш профайл, и как результат в настройках этого профайла вы скажете отключаться от очередей. Вот как настройка здесь, отключаться от очередей, будет применяться, и как результат ваш добавочный номер выйдет с вашей очереди. Да, здесь будет пример касаемо кода выхода агента с очереди. В принципе, мы об этом рассказали уже. Права менеджеров. Это мы тоже уже сказали, что менеджер очереди будет видеть статистику всех агентов, которые находятся в этой очереди. Получается, менеджер не обязательно быть агентом очереди, он может просто мониторить статусы и не получать звонки. Мониторить данную информацию можно будет с веб-клиента, новое приложение 3CX Desk Phone App и также 3CX клиента для Windows. Касаемо очередей, вы можете в настройках самой очереди включить ссылку для Click to Talk и Click to Meet. Click to Meet – это полноценный митинг, в принципе, то, что мы проводим сейчас, вебинар. Вы можете сделать следующее. Вы можете сказать, что по ссылке в определенный митинг, чтобы тот, кто перешел, пользователь, клиент ваш, перешел по той ссылке, он попадал в отдельный митинг. И все агенты, которые находятся как операторы этой группы, получали уведомление, что клиент зашел в митинг ваш, следовательно, ожидает вас, чтобы вы зашли в данный веб-митинг. Получается, уведомление вы получите на ваш имейл, на имейл именно агента, который вы указали в очереди. Также будет нотификация о вашем веб-клиенте придет, в любом клиенте, которым вы пользуетесь. И как результат, да, вы можете зайти по ссылке, которая будет предоставлена, и попасть в митинг. В данном митинге будет идти индивидуальный митинг, получается, с пользователем, который перешел по ссылке, да, и агентом в очереди. В этом же митинге, так как будет индивидуальный митинг, в принципе, вы можете делать то же самое, что происходит сейчас. Вы можете включить аудио-видеоконференцию, это же может быть чат-сообщение, вы можете производить удаленный доступ к персональному компьютеру пользователя, кто перешел по ссылке, обмениваться документами, как сейчас происходит, загружается PDF в чат, идет демонстрация, да. Ну и, в принципе, все другие функции веб-митинга, которые доступны, да, то, что происходит сейчас. Допустим, Александр задал несколько вопросов, мы на них ответили и так далее. Далее у вас будет еще одна ссылка, касаемо основы же очереди, это ClickToTalk. Данная ссылка не будет использовать сам веб-митинг, а будет использовать просто WebRTC и ссылку, которую вы можете разместить на вашем сайте. Ссылка, кстати, будет похожа на WordPress-плагин, просто он будет немножко отличаться, и данную ссылку вы просто размещаете, может, в вашем письме, да, вы можете указать ее, либо же разместить на сайте для передачи сообщений на очередь, следовательно, перейдя по этой ссылке, вы попадаете на сторону сервера, в которой вы укажете, скажем, имя, фамилия, в зависимости от настройки, да, разрешить телефонный звонок, вы можете включить настройку, аудиопередачу. Ну и как результат, вызов уже аудио и видео будет идти напрямую на АТС, но не через сервера веб-митингов. Получается, этот момент отличается. ClickToCall, это будет использоваться в WebRTC напрямую с персонального компьютера клиента на АТС сервера. Будет отправляться звук, да, и видео напрямую. Если же речь идет о веб-митинг, то здесь уже все будет идти через сервера веб-митинга. Ну, в принципе, все, коллеги, пожалуйста, вопросы теоретически, я бы хотел сделать небольшое демо и продемонстрировать настройки именно очередь, где что находится. Далее поговорить по ссылкам ClickToMeet, как это будет выглядеть, касаемо митингов. Ну и показать еще пару моментов чатов, про которые мы говорили, скажем, Facebook чат, чат для WordPress, да, как можно отправлять вызов на агентов. Если вопросов нету, поставьте плюс, и мы идем к демонстрации. В данный момент мы говорим про очереди, зайдем в очереди вызовов и добавим новую очередь. Мы сказали, что вы можете, вы должны указывать название, которое именно будет отображаться далее, на настольных телефонах, в отчетах и так далее. Мы говорили про стратегию, кстати, все стратегии доступны здесь, и был вопрос по квалификации, да. Давайте мы выберем по квалификации случайного, далее мы рассмотрим, как она будет настраиваться. Мы говорили про указанное время взвона оператора, получается 30 секунд, будет обзваниваться каждый оператор. Перед тем, как вызов пойдет на второго, да, вы можете это значение увеличить или уменьшить. После есть время нахождения в очереди в общем, да, после того, как вызов будет перенаправлен при неответе. Следовательно, данное значение снова же можете ставить максимально, какое захотите. После мы говорили про музыку на удержание в самой очереди, которая будет на заднем плане проигрываться все время. И мы сказали по приветственное сообщение, которое произойдется в первую очередь, когда звонящий дозвонился в очередь. Получается, если у вас включена настройка проигрывать приветственное сообщение и есть музыка на удержание, а музыка на удержание будет на заднем плане немножко играть тише, приветственное сообщение будет сразу же уведомлено, да, и будет более громко. Следовательно, в музыку на удержание не помещайте файл, который будет, скажем, воспроизводить какое-то сообщение на ваше. То, что вы просто ставьте какую-то музыку, которая играет, так как будет перемешка слов здесь и не делать этого. Второй момент. Мы сказали про проигрывать приветственное сообщение до конца, перед тем, как будет переключение на отдельного оператора. Вот она, эта галочка. А мы говорили, что вы должны помещать ваше приветственное сообщение. Все, что касается, допустим, настроек по включить обратный перезвон 2, запись вызовов, чтобы отключиться и так далее, 3. В общем, это все должно быть записано именно в этом файле, который вы загрузите. Далее в параметрах сообщать абоненту его номер в очереди, через сколько секунд АТС будет воспроизводить его номер. И, конечно же, системное сообщение, на каком языке ваш АТС будет воспроизводить все эти сообщения. Системные, получается, это русский промсет в моем случае. В вашем случае можете выбрать любой. И, более того, можете создать кастумный, допустим, свой личный промсет какой-то, ввести уже ваше сообщение, а не системное, и выберите его именно здесь. Как создавать кастумные промпты, у нас есть на сайте ссылка, если интересно, кому-то напишите, я ее вам скину в чат. Далее мы говорили про операторов, как их добавлять, заходите в операторы окно, добавляем. Так как в моем случае я выбрал стратегию квалификации вызова случайного, квалификация настраивается вот прямо здесь. Вы указываете, кто будет первый, кто будет второй, кто будет третий и так далее. Мы сказали, что обзвон большинства стратегий будет обрабатываться сверху вниз, и, следовательно, вы можете поместить любого пользователя и изменить его номер в очереди. На моем случае вызов случайного, вызов по кругу. Если, скажем, у вас вызов по приоритету, вы теперь можете поменять последовательность пользователя, последовательность ваших агентов. Так вот, вызов по кругу, операторы, выбирайте квалификацию, которую вы указали. После мы идем в дополнительные настройки. Мы сказали про обратный звонок, про кнопку, про два. Это в любой момент, как только звонящий нажмет на два, будет перезвон. Далее количество в секундах, после которых АТС автоматически начнет перезвон. Надо будет просто либо согласиться, либо отклонить. Префикс можно указывать, как мы сказали, для того, чтобы, так как вы можете создать исходящее правило, и исходящим правилем будет именно тот префикс, который вы указали. Следовательно, именно сработает это правило, которым вы определенные, скажем, звонки будете ограничивать. Далее мы говорили про обработку вызова CRM. Вот она, настройка. Количество одновременных звонков в очереди. Сколько очередь вызова может разрешать? По умолчанию 0, безограниченное. Уровень предоставления SLA, приоритет на очередь, распределение чатов. Данная настройка применяется именно к сообщениям, которые будут идти через вашу очередь. Это же Facebook, это же WordPress и так далее. Вы можете автоматически применять чат на первого агента, кто ответит, или же вы должны это будет сделать вручную, чтобы принять чат. Мы, кстати, эту настройку сейчас рассмотрим в демо. Мы сказали про запись, вот она, по сброс статистики, как она настраивается, как ее можно сбросить в любой момент вручную. Сбросили, допустим. Выбираете, когда это будет производить ежедневно. Кстати, начинается время с нулей. ВТС заканчивается 23.59. 23.59 это значит, что 23.59 и 59 идут дальше. Не думайте, что там одна секунда где-то потеряется. Так, 23, допустим, если у вас в конце дня это нужно сделать, или же ставьте просто по нулям. Это можно же сделать еженедельно. Также указывается время, в какое время будет производиться, и день недели. Ну или же ежемесячно, в первый день каждого месяца. И время будет браться, то, которое вы указали, как оно будет сбрасываться еженедельно. Уведомления, вы можете добавить агента, любой добавочный номер, который есть в системе, может быть менеджером этой очереди. И, конечно же, уведомления, которые на его почту, которые он будет получать. Мы также про них сказали. Далее идет click to call и click to talk. Ну и, в принципе, здесь уже можно сделать демо. Так, давайте мы создадим очередь, назовем ее вебинар. Пусть будет случайного. Добавим операторов. Так, у меня здесь и почты даже нету. Давайте мы создадим почту хотя бы на нескольких. Здесь только на одного. Давайте создадим на второго тоже. Так, теперь мы откроем еще один клиент в новом окне, чтобы была новая сессия Incognito. Теперь мы сейчас поменяем статусы для моего добавочного номера 102. Увидимся, что его статус доступен и что он подключен в очередь. Точно так же для 101. Увидимся, что его статус доступен и он подключен в очередь. Супер. Теперь мы сделаем следующее. Укажем. Вот так вот сделаем. Мы добавим добавочный номер 102 в нашу очередь, а 101 уберем, так как мы уже создали очередь. Демо. Давайте мы наш номер 101 с очереди уберем. И добавим его как менеджера. Нажмем ОК. И давайте теперь посмотрим, что произойдет. У нас есть панель, в которой, в принципе, будут видны все ваши звонки. Текущие вызовы, то, что мы видим, вызовы только очереди и вызовы конкретной очереди. В моем случае я хочу видеть все звонки. Также здесь вы видите, что мой добавочный номер видит пользователей 100, 102, 200 и так далее. Ну и теперь давайте я открою свой другой клиент. И посмотрим его панель. Нажмемо будет посмотреть, чтобы у меня все настройки касаемо прав были включены. Есть несколько групп. И так далее. поместим всех пользователей в одну группу чтобы у нас не было визуальных проблем с клиентами ну и теперь можно будет сделать пару тестов да допустим сделаем тест на звонок допустим мы позвоним с добавочного номера открою со своего другого клиента мы позвоним на очередь вот смотрите теперь да что происходит в моем случае давай добавочный номер 101 является агентом очереди и добавочный номер 101 менеджер и пользователь 102 агент был вызов на очередь в котором вызов был упущен а если мы зайдем в мою панель я выберу вызов в очереди моей я смогу увидеть всех пользователей которые находятся сейчас в очереди моем случае вызов пришел только на добавочный номер 102 я вижу что в нем было два сброшенных звонка именно для моего добавочного номера общего общее количество звонков было одно один вызов был всего лишь в очередь он пришел данную я его сбросил обратите внимание что на других пользователей статистику я их не вижу да не на 200 ни на 100 ни на кого теперь если я зайду для на пользователя 101 так как он менеджер группы видите статистика в его случае отображается для каждого пользователя получается он не является менеджером но все же он видит статистику отдельную для каждого агента следовательно может знать что же он сбросил два раза звонок и он также знает что был пропущенный вызов один раз принципе то что касается именно менеджера да вот такое такая экстра возможность будет доступна для мониторинга теперь давайте мы сделаем переадресуем наш чат на агентов допустим я снова зайду свои сообщения зайдем в наш в facebook и скажем место что мы переадресуем чат на очередь 804 теперь открою свой facebook давайте здесь мы все стерем чат сообщения дилет чат и напишем новое сообщение hello this is test honey чат facebook что теперь спасибо спасибо Так, заходим в нашу чат сообщения. Так, заходим в нашу чат сообщения. И как результат ее нужно будет обновить. Обратите внимание, что сейчас у меня нет окошка с перезвоном из видео. Почему? Потому что еще никакой агент не ответил на звонок. А так как вызов идет через очередь, следовательно, на кого отправлять? Вызов с камеры. Вот, мы видим, что мой агент получил сообщение. Только один пользователь, в моем случае, является частью очереди. И он получил, хотя и нет, у меня их два. Пользователь 0 и 00102. Давайте, вот, именно он ответит на сообщение. И, помните, у нас была настройка в чате, да, вот, если сейчас он ответит на сообщение. Тест. Окей. Теперь в окне переписки у нас должна появиться, вот, возможность звонить с аудио и видео через WebRTC. У нас, вот, в настройке самой АТС была возможность в самой очереди указывать следующее. Именно здесь эта настройка применяется. Чат будет, на кого идти, принимать автоматически или же принимать вручную. В моем случае, автоматически будет тот агент, к нему будет присваиваться чат, кто первый ответил. А так ему нужно было быть вручную, присваивать чат к своему добавочному номеру. Вот, мы видим, что идет переписка сейчас между агентом 102 и каким-то клиентом, да, который переписывается с нами через наш сайт. В моем случае, если я зайду в чат своего пользователя, добавочного номера, и так как в моем случае я администратор, я должен буду видеть переписку, которая идет, вот, на данный момент между пользователем 102 и внешним клиентом, который пишет через сайт. Кстати, в настройках данной функции у вас будет возможность подсказывать. Обратите внимание, если я напишу со своего добавочного номера 101, подсказку увидит только добавочный номер 102, так как именно он переписывается. Подсказка, видите, кто подсказывает добавочный номер 101. И теперь посмотрим окно пользователя, тот, кто пишет изначально, мы видим, что он подсказку не видит. Теперь каждый пользователь может в любой момент перевести чат, в том числе менеджер, видите, чат может быть переведен как менеджером, так и агентом. Давайте мы сделаем, что наш агент 102 переведет чат на добавочный номер 200. Переводим чат, выбираем добавочный номер 200, и мы видим, чат полностью перешел на другого пользователя. Теперь мы можем продолжить чат. И уже видим, что добавочный номер 200 продолжает переписку. Ну и также, конечно же, ваш менеджер в очереди видит эту всю переписку. В принципе, таким же способом вы можете переводить и менеджером, завершать чат, указывать, что данный чат был обработан, ну и так далее. В принципе, очень удобно. И здесь в настройках вы можете видеть все чаты недавние, архивные чаты. Ну и, конечно же, чаты для каждой очереди. В принципе, вот так это работает. То, что касается чатов Facebook, чатов WordPress и так далее. Давайте мы пойдем чуть дальше и посмотрим настройку. Мы говорили про Click to Meet. И мы сделаем следующее. Мы включим две тоже настройки и укажем Click to Meet. Обратите внимание, как только включается Click to Meet, ссылочка, которую вы предоставите, будет ваш FQDN и название, которое вы указали. Вы можете указать Webinar Demo, допустим, 2021. Как только нажмете ОК и заново вернетесь в эту очередь, ссылка у вас изменится и будет то, что вы указали. Настройка по умолчанию уведомляет в чате новых. То, что кто-то зашел в чат, может быть, следующим образом. Включаем данный чат и переходим, скажем, по сайту. Давайте вот так сделаем еще один браузер. И кто, кстати, хочет протестировать, пожалуйста, перейдите по ссылочке. Мы посмотрим и увидим, как это работает. Заходим в наш митинг. У меня будет за вас, скажем, звать пользователь Олег. Мы видим, что уже кто-то перешел в чат. Раньше меня, сейчас уже второй пользователь. Ответить. И вот приходят у нас две ссылки, по которым мы можем войти. Первая ссылка и вторая ссылка. Получится два отдельных митинга. Private guest for the room. Первый тест был с Олегом. Второй тест. А, нет, это был с Олегом. Коллеги, может кто-нибудь еще перейти по ссылке, чтобы мы это посмотрели? Хорошо, никто не отвечает. Окей. Получается, вот мы видим, как работает чат. У нас есть один пользователь, который зашел. Олег, да. Вот мой агент, который также заходит в этот митинг. И вы, в принципе, можете разрешить видео, начать переписку. Со стороны моего агента. Тест. Может идти переписка. Ваши митинги. В принципе, то, что мы делаем сейчас. Да, вот все, кто заходит в митинг. Спасибо, Антон, за тест. Можно сделать еще один тест. Тест пройден, спасибо большое. Это, в принципе, вот то, что хотели показать, как это работает. Митинг должен после этого быть завершен, чтобы он закончился, да. Дальше вы можете закрыть данное окно. Конечно же, все уведомления митингов будут доступны на стороне вашего клиента. Мы говорили, что данные уведомления приходят через порт HTTPS с ваших серверов митинга. И вот как это работает. Мы также сказали по настройке Click-to-Talk, как данная настройка работает. Вот, если я перейду по данной настройке Click-to-Talk, видите, напрямую на сторону сервера, вы можете здесь тоже самое, в принципе, указать. Приходит ответ. Можете создать переписку. Как только ответите, возможно, будет также созвониться, да, если вы укажете, конечно, в настройках, что может быть разрешен и видео, и аудио. Давайте я перезагружу почту. Только имя пусть будет. Окей. Видите, сразу активируется настройка для звонка. Аудио и зубные видео. В принципе, все, коллеги, да, это то, что мы хотели показать. Давайте теперь ответим на вопросы, если такие будут. Пожалуйста, напишите в чате. Роман, спасибо за вопрос. Здравствуйте, вопрос по поводу очередей. Звонок залетает в очередь. Звонят все телефоны, как и было задумано. Но после таймаута 120 секунд почему-то остается звонить только один. Окей. Получается, у вас есть очередь. Звонят все стратегии. Таймаут 120 секунд здесь или вот здесь вызов на оператора? Получается, 120 секунд у вас должен пойти как вызов при неответе, правильно? Вверху 120 секунд. Хорошо. А внизу сколько? Получается, вызов у вас отвечен или нет? Получается, как я вас понял, у вас вызов где-то застрял, правильно? Какой-то телефон обзванивает. Теперь мой... Да. Почему вызов застрял? Сейчас скажу. В вашем случае 100% ваш телефон настольный телефон, правильно, Роман? Да. И ваш телефон АТС, внешний адрес АТС и телефон, они совсем в разных сетях, правильно? Вот из-за этого проблема. А проблема ваша в следующем. Так как в вашем случае вы не сделали проброс портов за НАТО, получается, у вас есть удаленная сеть, где находятся телефоны. Скорее всего, в вашем случае, так как телефон регистрируется на АТС с внешним публичным IP-адресом, да, и специальным портом получается, что так стан работает, он отправляет частично запросы на сервер, поддерживая коннекцию, да. Так как в вашем случае проброс портов не был в удаленной сети, и когда приходит новый обзвон, АТС просто отправляет новый инвайт. И так как инвайт отправляется на внешний IP-адрес и на порт, на котором была регистрация, скорее всего, ваш НАТО за этим firewall просто-напросто закрыл коннекцию или что-то там произошло. И как результат, сообщение не доставляется конечному устройству. И из-за этого вы видите, телефон звенит, хотя он, АТС уже должна была, скорее всего, отправить ему cancel сообщение, чтобы он не звенел. Ну и так, частые проблемы с удаленными телефонами, в которых есть много BLF-клавиш, и эти BLF-клавиши не обновляются в реальном времени. Что вы можете сделать, это пробросить порты на firewall и убедиться, что ремафф портов работает корректно. Следовательно, когда вы настраиваете удаленный телефон как стан, давайте, если мы откроем, допустим, правила телефона, я не уверен, если у вас поддерживаемый телефон, или вы его вручную зарегистрировали, но скажем, если телефон поддерживаемый, да, вы здесь указываете в стан настройках, вы указываете, видите, уникальный SIP порт телефона. Этот уникальный SIP – это локальный SIP вашего удаленного телефона. Я не уверен даже, что телефон, который вы указали, работает через стан, да, что он поддерживается. Следовательно, скорее всего, это работать не будет. Работать, в смысле, не будет через консоль, это настройка, да, порта. Что вы можете сделать, это узнать, как можно статически сказать телефону, используя только один порт для SIP, чтобы он, когда регистрируется на стороне TES, чтобы именно использовался этот SIP порт, так как сигнализация будет идти туда. И также узнать, если можно сделать статический диапазон портов для звука. Укажите, конечно же, что мой настольный телефон должен иметь статический IP, чтобы он не менялся локально. И на стороне firewall вашего укажите, что когда телефон отправляет запрос наружу, он должен использовать этот порт, который будет статически локальный. Следовательно, уникальный будет локальный порт, и уникальный будет внешний порт для вашего телефона. Получается, любое соединение SIP, которое будет отправлено на внешний IP адрес и на порт, должно быть перенаправлено вашему телефону. Точно так же, как и для звука. Следовательно, когда что-то придет на этот порт, ваш firewall и ваш NAT должен гарантировать, что он доставится именно на этот IP адрес. Или же используйте VPN, тут уже немножко все проще, там firewall будет чуть по-другому работать. Ваш выбор. Но это часто проблема, когда все говорят, что нам статически ничего пробрасывать не надо, у нас все работает, а потом одно устройство не работает. Так как NAT не то, что вы контролируете, он как-то там сам живет, что-то делает, и вот какая-то коннекция была закрыта, которая уже использовалась. Чтобы это доказать, вы делаете захват пакетов на стороне сервера и захват пакетов на стороне вашего firewall, входящего в WAN соединение, чтобы убедиться, что сообщение, которое отправлено ТЭС, скажем, для завершения звонка или для нового вызова, было отправлено с сервера на IP адрес и порт, и далее получено на firewall. И если же вы сделаете захват пакетов на вашем свече, вы увидите, что это сообщение просто туда не доходит. Пожалуйста, Роман. Так, Александр, вопрос похожий в случае с использованием SBC. Коннекция происходит через SBC или же после соединения телефонов с... Так, одну секунду. Я не совсем понял вопрос. В случае использования SBC коннекция происходит через SBC или же после... Александр, спасибо за вопрос. Смотрите, здесь следующий момент. Так. Когда вы используете SBC, SBC работает следующим образом. В первую очередь SBC создает... Подключается к ETS, да, через порт 5090. И создается туннель, в который SBC будет использовать два порта. Один порт это 5090, но два протокола TCP и UDP. TCP будет использоваться для TLS, для регистрации, так как именно SBC будет клиентом, и она зарегистрируется на сервере, и SBC будет периодически слать кипы live-пакеты, чтобы порт был открыт. И как результат, да, ваш NAT будет открыт в большинстве случаев, да, если у вас там какие-то тонкие настройки фаервола, чтобы это все закрывалось. Далее, когда вы узнаете, что ваш SBC зарегистрирован на стороне сервера, да, это тем более еще видно на сервере, визуально, что когда была регистрация, если все работает и так далее. Все телефоны, которые будут зарегистрированы через SBC, они будут общаться для телефонов, они не знают ничего про TLS, они знают только про прокси. В их случае прокси, получается, все, что должно работать, должно работать через прокси, а прокси будет в нашем случае SBC сервер. И получается, телефон, он слет сообщение на SBC, IP-адрес вашего SBC, в то время как SBC этот пакет подхватывает, заворачивает, инкапсулирует его, да, и сигнализацию RTP он инкапсулирует и перенаправляет уже по туннелю через порт 5090 на сторону сервера. Из-за этого, в принципе, работа их не отличается станом. Получается, ваш вопрос соединения будет с SBC или же телефон после, да. Соединение идет SBC с ATS, а после уже как SBC соединилось, SBC говорит с клиентами, с телефонами, точнее телефоны говорят с SBC, да, потому что они будут к SBC идти, а SBC перенаправляет, ну и так далее. Даже если у вас записи разговоров нет, проксировка аудио будет идти через SBC, получается, оно будет у вас ходить не на ATS, а именно на SBC и между телефонами гоняться будет звук. Также, вот, вы можете столкнуться с какими-то вопросами, да, вот, а вот у нас, допустим, телефон не автонастраивается, да, здесь не стоит путать автонастройку и SBC, потому что автонастройка будет идти через HTTPS протокол. По ссылке автонастройки, получается, запрос будет телефоном идти напрямую на ATS. Ну, как телефон узнает про эту ссылку, да, если вы ее вручную не вставили в телефон? Так вот, здесь уже телефон отправит SIP сообщение, subscribe сообщение на ATS, SIP, следовательно, SIP и RTP, мы сказали, идет через туннель. SIP пойдет через subscribe на ATS, да, с запросом, скажем, когда вы новый телефон настроили. Далее ATS получит subscribe, ответит на него с Notify, и в Notify поместит ссылку автонастройки. Когда получится ссылка автонастройки, телефон уже, зная эту ссылку, сделает запрос уже через HTTPS, следовательно, совсем другой порт, в зависимости от порта, который вы используете, и сделает запрос. Тем самым, да, вот так это работает. Получается, здесь связано две вещи, и HTTPS, и туннель. Получается, если делать troubleshoot, захват на стороне сервера, в loopback, туннель, также в логе можно будет смотреть, и захват на стороне SBC. Получается, если вы видите, что телефон отправляет subscribe на стороне телефона, с телефона на SBC, он приходит, и далее вы видите, что SBC доставляет это же сообщение на сервер. В принципе, то, что нужно и доказать. Потому что есть такое, что телефон не отправляет это сообщение, да, но как SBC перенаправит. Тут уже может какая-то внутренняя сетевая неполадка, именно между SBC и телефоном, там нужно будет смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok aronえっ